В эфире программа «Вопрос по делу». Гость нашей студии сегодня заместитель начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Юлия Александровна Поручикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Александровна, вот в первые рабочие дни Нового года областной Минздрав забил тревогу. Очень много было заболевших и пневмонией, и ОРВИ. Какова ситуация на сегодня? Много ли заболевших? Сегодня, как и в предыдущие годы, у нас имеются заболевшие как респираторно-вирусной инфекцией, так и гриппом. Надо сказать, что ситуация в городе характерна для ситуации в области и во многих регионах нашей страны, и в том числе в зарубежных странах, потому что в этот период, это конец осени, начало зимы, обычно наблюдается увеличение количества больных. Мы, естественно, расшифровываем, беря анализы у наиболее тяжелых пациентов, и в этом году мы встречаемся с вирусом гриппа H1N1. Он у нас циркулировал и предыдущие годы, но в этом году просто число заболевших стало больше. С чем это связывает? Ну, возможно, что это связано с тем, что Ростов и Ростовская область, они находятся в центре миграционных потоков, здесь есть жители с Украины. Поэтому, в общем-то, мы еще с августа месяца начали проводить прививочную кампанию и прививать пациентов от гриппа. Вакцины, которые мы прививали, они содержали антитела от гриппа H1N1, и уже к декабрю месяцу у нас было привито 26,7% жителей города. Это больше 292 тысяч. Среди этих детей было 67,5 тысяч детей, среди людей, привитых от гриппа. Поэтому, в общем-то, как говорят эпидемиологи, этот процент достаточно высокий для того, чтобы создался прочный иммунитет внутри населения. Конечно же, диагноз грипп может поставить только доктор, и его нужно подтвердить лабораторно. А, в общем-то, большинство случаев это просто респираторно-вирусные инфекции. Они протекают с повышением температуры, появлением катаральных симптомов, насморка, кашля, недомогания. И при появлении таких симптомов нам всем необходимо в первую очередь изолировать больного и, конечно же, обратиться к врачу. Для того, чтобы уменьшить количество людей, которые больны и могут заразить других, для этого у нас в больнице и поликлинике преимущество обслуживают детей и взрослых на дому. У нас работают фильтры. Если пациент приходит больным в поликлинику с признаками заболевания, то его принимает врач на фильтре. Также в образовательных учреждениях работают фильтры, которые не позволяют человеку с простудным заболеванием прийти в учреждение и стать источником заражения. Мы на всех уровнях, на сайтах, при беседах стараемся убедить наших родителей и взрослых, и детей с тем, что если возникли какие-то симптомы заболевания, то в первую очередь нужно остаться дома, нужно изолироваться, нужно применять обильное питье, симптоматические средства. Если у тебя есть проявления каких-то катаральные, насморкашель, то пользоваться одноразовыми платками, которые потом уничтожать. Ну и, конечно же, обратиться к врачу, потому что грипп, он протекает, если это действительно грипп, он протекает быстро. И если в первый момент заболевания пациент не обращается за медицинской помощью, то потом ему помочь уже не так просто. И гриппу подвержены в первую очередь дети младшего возраста, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. А им особенно надо быть настороженными. Юлия Александровна, вот как мы уже поняли, самое страшное — это заниматься самолечением. То есть это категорически запрещено, да? Конечно, диагноз может поставить доктор, и доктор назначит верное лечение. Но у нас как бы молодые наши пациенты, я имею в виду молодые родители, они часто советуются с подругами, как правильно лечиться. Они смотрят признаки заболевания в интернете, ставят сами себе диагноз и назначают лечение. Конечно, такого быть не должно. Доктор берет на себя ответственность, он имеет квалификацию, он ставит диагноз, и, конечно же, он назначает лечение. Мы для себя должны знать, что основным правилом для того, чтобы защититься, это нужно, во-первых, соблюдать санитарные нормы, то есть мыть руки элементарно, и как бы меньше посещать учреждения, где много людей, где больше вероятность заражения. Среди случаев, которые уже зафиксированы сейчас, были ли тяжелые? Да, конечно, у нас есть тяжелые случаи, у нас есть больные, которые находятся и в реанимации, это и дети, и взрослые. И каждый день ситуация меняется, в один день болеет больше детей, регистрируется, в другой день взрослые. На сегодняшний день у нас в детском инфекционном отделении, в городской больнице один, двое детей с подтвержденным диагнозом получают лечение, и четверо взрослых. Но все-таки самое лучшее средство от заболевания — это вакцинация, да? Это несомненно, и как бы надо на следующий год просто для себя задаться целью, потому что вакцина поступает из федерального бюджета, она приобретается также за счет внебюджетных средств, за счет средств работодателей. Чем больше людей вакцинируется, тем больше вероятности, что у нас не будет порога заболеваемости, вспышки заболеваемости. И, в общем-то, среди тех, кто сейчас болен и у кого регистрируется грипп, нет ни одного человека, который бы был привит. На данный момент эпидемиологический порог превышен или еще пока в рамках? Вы знаете, я не готова прокомментировать это. Цифрами владеют эпидемиологи, каждый день эти цифры меняются. Но я хочу сказать, что у нас существует наостороженность в этом плане. И, конечно, все санитарно-эпидемиологические условия соблюдаются в медицинских учреждениях. И в медицинских учреждениях имеется достаточное количество противовирусных препаратов, мониторируется количество заболевших. При необходимости, если будут поступать больше больных, чем положено, будет перепрофилироваться отделение. Мы к этому готовы. И, в общем-то, я думаю, что мы преодолеем все эти сложности. Спасибо за ваши ответы. Я напомню, мы беседовали с заместителем начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Юлией Поручиковой.